Я засняла влог своей самой сложной сессии. Мы написали первый портфель. Голова вообще не работала. У меня было 4 экзамена подряд. Поэтому я не знаю, как я все успею, потому что мне уже надоела моя сессия. Я целый день сижу и готовлюсь. Я ни к чему не готовлюсь, потому что мне уже плохо. У меня поднялась температура. Всем привет, меня зовут Таня, я учусь в Сарбоне. Сегодня 8 января, и завтра у меня начинается сессия. Завтра будет первый экзамен, даже 2 в 1 день. И продлится она до 17 января. Буду показывать вам, как я готовлюсь и как пишу экзамены, собственно. Вот так вот выглядит мой гугл-календарь. Два экзамена завтра, перерыв один день, один экзамен, потом перерыв три дня. И экзамены три дня подряд, и в последний день тоже два экзамена. Напомню про себя. Я учусь в Пари 1 Пантон Сарбона на третьем курсе. Это последний курс бакалавриата, программа «История искусств». В общей сложности у меня 7 экзаменов. То есть это по всем предметам, кроме языков. Языки мы пишем такой, типа считается, экзамен на последнем занятии. Потому что по языкам у нас только семинары и нет лекций. На третьем курсе мы были обязаны взять два языка. У меня был испанский и арабский. Завтра у меня экзамен сначала в 9.30 утра. И каждый экзамен длится 2,5 часа. То есть это до 12. И это по предмету «Institution artistique», то есть художественные институты. Этот предмет именно лекции ИСМ у нас были по теме как бы места женщин в искусстве и особенно в художественных институтах. В принципе, круто, что такая тема есть в университете. Это был курс обязательный для всех, то есть не по выбору. У меня будет перерыв в час. И потом в час дня начинается второй экзамен. По кино у меня был предмет, который я выбирала. Кино стран Африки и Среднего Востока. В общем, я пошла готовиться. Сейчас уже 4 часа дня. Небольшой апдейт. Повторила весь курс «Institution artistique». И сейчас доделываю такую вот фишу. Я люблю перед каждым экзаменом или любой контрольный выписывать самую важную информацию на одну такую бумажку. И мне еще предстоит кино. Вот оно тут, которое я еще не начинала повторять. Очень неудобно, конечно, когда два экзамена в один день. Сейчас мне нужно переключиться на совершенно другой предмет, который ничего общего не имеет с тем, что я сейчас читала. Ну ладно, теперь уже до завтра. Мы написали первый портсель. Впечатление. В общем, да, рассказывай. Давай вопрос, скажи, что рассказать. Ну, в целом... Такой аспект этого ада осветить. У нас нет такого типа как предметы. То есть мы не готовим конкретно что-то, а типа просто учим все. Тупо вообще все. Почти все хотят, чтобы мы давали не просто курс, а еще типа дополнительное... Ну типа научную работу, достойную публикацию, как я говорила. Дополнительное что-то, что мы прочитали, типа мне... Вот типа ты должен сам дать свой вклад в дисциплину, понимаешь, на два с половиной часа. Ну, не совсем так, но по сути. Ну, чуть-чуть, знаешь, типа сильность всего, что есть, и немножечко своего. Это называется вклад. Ну да, да. И они это требуют, причем с первого курса. Ну вот, у нас была тема историческая, поэтому я просто рассказала курс и ничего нового не добавила. Вот очень часто у меня, я выхожу и думаю, у меня 20, у меня 5. Я выхожу и думаю, у меня 5, у меня 20. И вот это вообще, ну какая-то система, я до сих пор ее не влюблю. У кого-то максимум это 13, типа все, знаешь, типа... Типа все, и я, 13. Молодец, да, ну как мне... Расскажи, как сейчас эта нам учительница не приехала из-за снега. Да что такое снег, просто, чтобы вы понимали. Да, ну, пойдемте показывать. Это такой... И слой чего-то белого. А уже даже нету. Нет, ну вот, видите, чуть-чуть есть чего-то. Так, причем это не то, чтобы он сильно растаял, он такой и был. Ну, в общем, она сказала, да, что я не приехала из-за снега, и она подключилась к нам по зуму, и просто типа на весь Амфии ее огромная голова висела. У меня через час еще один экзамен. Ой, а можно меня снять на секунду? Да, можно. У меня было 4 экзамена подряд. Когда? У меня вчера два экзамена письменных, и между ними была разница в час. А сейчас у меня два экзамена вот письменные, а потом будет устный. И для них это типа вообще абсолютно одно. А, ну это потому, что у тебя экзаман в терминале. Все равно. Ну, просто нужно уточнить, что это не у всех такое. Мы сидели, и там она сказала, что ораль будет типа через 3 часа, а у какой-то девочки прямо в этот момент экзамен, потом еще один экзамен. То есть у них так ужасно с организацией, что там экзамены уже разнаслаиваются друг на друга. Ну да, да, да. А, еще, кстати, вот в Толбяке было как-то больше контроля. Прикинь, я зашла в Амфии, девочки зашли быстрее меня с моим рюкзаком, у меня не было карты. И я зашла, просто сказала, типа, у меня там друзья с карты моей. И он такой, ладно. И мы сидели типа все рядом, да. Сейчас 12.30, через полчаса начинается у меня экзамен по кино Моня Норнём. И это очень тяжело переключить. И сейчас пытаюсь прочитать свои записи про кино. Здесь у меня всякие конкретные имена, названия фильмов. Ура! Я закончила. Первый день экзаменов. Второй экзамен вообще не ощущался особо сильно как экзамен, потому что мы вообще его писали в нашей обычной аудитории, где у нас проходил этот предмет. Первый экзамен сегодня был в Амфи, то есть в амфитеатре. Сейчас писали в обычном кабинете, где как бы нас не очень много, и это ощущается как просто обычное контрольное в течение семестра. Сегодня можно дальше отдохнуть, потому что у меня и так уже от конец второго экзамена голова вообще не работала. Из-за вот такого количества снега сегодня не работали некоторые ветки метро, и поэтому много кто вообще опоздал на экзамен. Французы и миллиметр снега. Продолжаем хроники моей сессии. Завтра у меня экзамен по архитектуре модерн, и это для меня самый сложный предмет был в этом году, пока что, ну, в этом семестре. Я вообще не ожидала, если честно, каким он будет. На истории искусств мы еще специализируемся на одном временном промежутке. Выбираем, это называется, доминонт, между антикетей, моинаж, армодерн и арк-контемпоран. И я взяла арк-контемпоран, но такое правило, что мы должны брать еще один предмет, обязательно не из нашей доминонт, то есть из другого исторического периода. И я решила взять из доминонта эпох-модерн, потому что Соня мне посоветовала этого преподавателя, ей он нравился. И я решила, окей, почему бы и нет. Но я почему-то не ожидала, что это действительно будет архитектура. Как бы, да, логично, но посмотрите. Вот я открыла одну из презентаций с лекцией, и здесь очень много вот прям настоящих архитектурных планов. Весь предмет из этого состоял. Я никогда раньше не брала здесь в университете предмет по архитектуре, поэтому сегодня мне предстоит в этом разобраться. Вы не поверите, чем я занята. Правильно, я разбираю разные типы домов 18 века в Париже. Сегодня экзамен, но он очень поздно, но он начинается только в 4.30. Да, вообще, то есть экзамены тут могут быть в любое время, то есть он закончится только в 7 вечера. Да, кстати, я еще не рассказала вообще о том, какой собственный формат экзаменов. Все экзамены письменные, как вы уже поняли. Какой тип работ? Чаще всего это десертающие, то есть дается какая-то тема, какой-то вопрос или какая-нибудь цитата, например, и нужно написать условно свое эссе. Также бывает такой тип работ, как commenter, то есть что-то прокомментировать, например, какие-то документы дают, там какой-нибудь текст, и нужно его прокомментировать. Или если, например, это археология или что-то такое, могут быть какие-то планы. Или, например, commenter, может быть, картины, произведения искусств. По каким-то предметам давали просто вопросы по курсу. Условно нужно было дать развернутые ответы, но это вот самый простой формат, который был только у меня на первом курсе, и больше я его не встречала. Еще бывают oral, то есть устные, но устные бывают только у тех, кто записан на экзамен терминаль. Например, если вы работаете, и у вас есть контракт, вы имеете право не ходить на семинары, когда экзамены вы сдаете, и письменный экзамен, как у всех, и плюс еще устный. То есть оценка за устный, это будет как вместо оценки за семинар. Всем привет. Так я выгляжу после экзамена вечером. Я вышла на час раньше, и поэтому я себя очень странно чувствую. Там было два сюжета на губке, я выбрала один из них, и потом всю дорогу переживала, что, наверное, нужно было выбрать другой. Вот две темы на выбор. Одну. Отель и апартамент рестукратик, или дансификация для мизо-бутик. Я потом переживала, правильно ли я поняла сюжет. Ну, реальное ощущение, да, что я что-то не доделала, как будто, но мне действительно больше нечего было написать. Вот я сдала работу, и сейчас вышла, хотя еще час. Всем привет, друзья. Сейчас три дня перерыва между экзаменами, и сегодня суббота. Последние два дня я готовлюсь к экзамену Les Grandes Questions d'Histoire de l'art, то есть это, в общем, про методологию в истории искусства. Мы проходили очень-очень много разных книг. На экзамене будут даны пять книг, каждую из которых нужно будет резюмировать, то есть написать, о чем она, и потом еще написать диссертацию, диссертацию. И я сделала такой глоссер, вот где каждый термин, я написала определение, откуда он берется, ну, в смысле, в каких увраж про него пишут. Сейчас я делаю такое же по книгам. У меня такие фиши по каждой книге, которые нужно знать. Название, автор, год, резюме и какая-то важная информация. В общем, я это делаю сегодня целый день, сейчас уже вечер, и это я только разобрала две первые лекции. Это очень-очень dense курс, то есть там очень много всяких референс и увраж. Поэтому я не знаю, как я все успею, потому что вообще в понедельник у меня экзамен по другому предмету. В понедельник у меня экзамен по «art et mondialisation, échange culturel Europe-Afrique», в общем, про культурные связи между Европой и Африкой. Я думаю, что к нему я просто перечитаю конспекты завтра, то есть в воскресенье. И поэтому я делаю вот такую огромную подготовку к методологии. Но если что, всего лекций было 13. Я только на двух, и у меня уже 37 вот этих вот страниц. Я начала разбирать следующую часть этого курса, но уже почти ничего не успею, буду спать, потому что спать тоже важно, много спать. Никогда не делала all-nighter перед экзаменами. Результаты, кстати, у нас далеко не сразу, потому что у нас не устные экзамены, а письменные, но даже устные не говорят сразу ничего. Если у кого экзамен терминаль, это письменные, мы их, соответственно, все сдаем. Они анонимные, то есть там есть на бланке. Мы должны подписать, но такой уголок закрыть. И по идее проверяющие не знают, кого они проверяют. Но, кстати, для иностранцев мы можем там пометить в специальном квадратике. Мы эти джон non-francophones. И работа очень много, и проверяют они очень долго. Зимнюю сессию проверяют обычно больше месяца. Если захотите узнать мои результаты, пишите, пожалуйста, комментарии, интересно ли вам это все было. and study session. Единственный человек, который реально в study session. Что это? Person physique, person morale. Фильм, лицо. Будете мандарины? Да. Все, снова привет. Я уже вернулась с экзамена по ариментализации. Вот задания так выглядят. На выбор был вопрос для диссертации или комментарии и я ожидала, если честно, что вопрос будет какой-то общий, такой трансверсальный. Здесь оба задания были очень четко про конкретный какой-то момент из курса буквально по одной лекции. Первое задание было про культу афро-бразилиян. Это была единственная тема, которую я вчера когда готовилась, я про нее как раз подумала, что я ее хуже всего знаю. И, конечно же, вот, она попалась, поэтому я выбрала второй вариант. Нужно было проанализировать вот эту фотографию Сейду Кита. У меня осталось три экзамена. Надеюсь, вам интересны обзор. И я вам еще не надоела, потому что мне уже надоела моя сессия. Мы сегодня написали огроменный экзамен по поэтика и это было очень тяжело. И мы настолько все перенапряглись, что я пришла домой, я просто спала. Я ни к чему не готовлюсь, потому что мне уже плохо. Завтра у меня два экзамена и я к ним не готовлюсь. Утром 20 век и через 4 часа после него анализ мизан сцены кино. Ну, кстати, я вчера доделала все вот эти карточки по книжкам, потому что я поняла, что по конспекту я просто не запомню. И мне нужно именно создать вот такую вот визуальную память. Я вчера это доделывала весь день. 9 часов. Я как пришла с экзаменом вчера, то есть вот с 3 до 11 я беспрерывно, я вообще практически не вставала. 4 экзамена за 3 дня и все. Последний день экзамена у меня еще не последний. Я не готовилась после вчерашнего. У меня поднялась температура, я просто целый день спала. Сейчас у меня кажется тоже температура, но я не могу пропускать экзамены, потому что если я пропущу, мне нужно будет идти летом на ротропаж. Что я беру с собой на экзамен? Что Таня берет с собой не фокусируется? Первое, словарь, который нифига не помогает, потому что там нет даже слова браслет. Ну, браслет это простое слово. Я не знала. А вот аксцент как писать? Вода, чай, отойди чуть подальше, чтобы тебя было видно. Карточка студента. Молодец. Ручки. Можно писать люди. Синий, черный, любой. Салфетки. И куча таблеток. Поделишься? Да, поделишься. Вчера закончила сессию и сегодня потихоньку прихожу в себя и хочу подвести итоги, как все прошло и как все закончилось. Так получилось, что я засняла влог своей самой сложной сессии пока за эти три года. Конечно, моя самая первая сессия во Франции тоже была нелегкой, но третий год учебы действительно гораздо более насыщенный и также это сказалось и на сессии. То есть, да, у меня было здесь и это стандартная практика во французских университетах. Может быть, несколько экзаменов в один день или они идут подряд, но у меня никогда такого не было, чтобы четыре экзамена шли полностью подряд. И я как бы привыкла к каждому готовиться, пытаться перенастроиться на новый предмет и для меня это было тяжело. Успеть и подготовиться и не сойти с ума оказалось для меня невозможным. И на третий день вот этого вот оншенон экзаменов я чувствовала себя плохо вчера и у меня даже была мысль не приходить вчера на второй экзамен, но даже если вы заболели по уважительной причине, вас все равно отправляют автоматически сразу на ретропаж, то есть на пересдачу, которая проходит в июне. И у меня так было в прошлом году с двумя экзаменами. И в целом в этом нет ничего катастрофического, но это никак не влияет на ваши оценки, но за первый семестр, если вы не придете, вас как бы не аттестуют, вы обязательно должны будете прийти на ретропаж и у вас будет такая стоять пометка что вы как бы не прошли семестр. Хотя, если допустим вы бы пришли и сдали пустую работу и получили бы как бы ноль, возможно, благодаря компенсации оценок в средний балл у вас вышел бы 10 или больше и вы бы завалидировали семестр. И так как в этом году еще чем сложный, то то, что это последний год и дальше в марте мы поступаем на магистратуру, кто хочет идти дальше на магистратуру и поэтому мы параллельно должны думать об этом, то есть готовить оценки, потому что все-таки обращают внимание так или иначе на оценки и плюс продумывать тему исследования, с которой ты хочешь поступать на магистратуру. Я уже хотела распрощаться с этой сессией и не тянуть эти предметы до июня, чтобы в марте у меня так или иначе уже какие-то оценки были, которые я могла бы показать. Я не хотела, чтобы у меня там была пометка для файонт. Поздравляю всех с законченной сессией. Всем удачи и увидимся снова скоро!